Торговая платформа MetaTrader 5, или коротко говорят MT5, разрабатывается компанией MetaQuots и предоставляется брокерским компаниям в виде конечного решения, которое эти компании могут использовать для предоставления своим клиентам. То есть вы, когда решите торговать на финансовых рынках, должны будете найти компанию-посредника, то есть брокера. Это компания, которая будет обслуживать вас при торговле на финансовых рынках и через которую вы будете совершать торговые операции. И для того, чтобы вы могли совершать сделки на финансовых рынках, вам нужен некий софт, некое программное обеспечение. Вы приходите к брокеру, заключаете с ним договор на брокерское обслуживание и далее брокер предоставляет вам MT5 в виде торгового терминала. То есть брокер дает вам логин и пароль для доступа к этой платформе. MT5 это не единственная платформа, которая может быть предоставлена вам брокером. Но это в настоящий момент одна из лучших и самых удобных платформ, и поэтому большинство брокеров предоставляет именно эту платформу. Ну, по крайней мере, наряду с другими она у них присутствует. Таким образом, резюмируем, вы решили торговать на финансовых рынках, вы находите брокера, с которым заключаете договор и через которого будете торговать, и брокер предоставляет вам MT5 в виде торговой платформы. Тут нужно понимать следующее, что брокеров много. И MT5 для разных брокеров компании MetaQuad предоставляется в виде, ну, давайте так скажем, отдельно настроенной программы. Ну, то есть, если вы придете к брокеру, условно назовем там с названием X, у него будет MT5, который привязан именно к этому брокеру. То есть, через этого брокера вы не сможете работать в его торговом терминале, да, вот с какими-то другими брокерами. Это будет конкретная привязка. Если вы приходите к брокеру Y с другим названием, может быть, этот брокер работает в другой стране, то вы будете качать MT5 и устанавливать себе на компьютер именно привязанный к этому брокеру Y. То есть, получается, что MT5 в принципе разрабатывается компанией MetaQuad как софт, который предоставляется брокерам, а дальше брокер уже настраивает MT5 конкретно под себя. И когда вы к этому брокеру приходите, вы получаете MT5, конкретно настроенный под этого брокера. Что это для нас означает? Это означает, что если вы хотите потренироваться, то есть научиться работать в этой платформе, вы идете к тому брокеру, через которого будете работать, и просите у него зарегистрировать вам демо счет. Ну, что значит просите? Вы заходите на сайт, и там обычно есть раздел «Открыть демо счет». То есть, вы тренируетесь сразу на демо счете вот этого конкретного брокера в его конкретном MT5. Если же, к примеру, вы сейчас пока не знаете, через какого брокера будете работать, то есть вы, ну, так скажем, новичок, и не торговали до этого на финансовых рынках, и вообще, может быть, даже не знаете, как брокера выбирать, по каким параметрам. Тогда можно зайти на сайт компании MetaQuad. Ну, в данном случае вы идете на сайт metatrader5.com, и отсюда можно скачать MetaTrader5, не привязанный к какому-то конкретному брокеру. То есть, это сама компания MetaQuad позволяет скачать MT5, на котором можно научиться работать, потренироваться, и после этого уже выбрать конкретного брокера. То есть, мы прямо на главной странице можем нажать «Скачать MetaTrader5». Откроется страничка, и дальше нажимаем «Скачайте MT5 для ПК» и откройте демо-счет. После того, как файл установки скачается, вы можете его запустить. Но сначала скажу о том, что вы не только на ПК можете установить MetaTrader. Вы можете работать в веб-версии, либо установить его на смартфон или планшет. В данном случае, работая с персонального компьютера, я качаю дистрибутив именно для персонального компьютера. И теперь, когда он скачан, мы просто нажимаем на этот файл, запускаем его и устанавливаем торговую платформу. Чтобы установить MetaTrader, потребуются права администратора. Далее открывается окно, где мы ознакомимся с лицензионным соглашением, и нажимаем кнопку «Далее». Далее. Установка продолжится. Фактически здесь даже не потребуется производить какую-то первичную настройку. Вы просто нажмете «Далее» и все. И пойдет процесс установки. И когда установка закончится, вы нажмете кнопку «Готово». Сразу же после установки происходит первый запуск MetaTrader 5. И мы можем видеть, что сверху отображается номер счета и написано название брокера MetaQuots Demo. То есть мы установили MetaTrader 5, который как раз пока не привязан к конкретному брокеру, а мы будем на нем тренироваться и потом уже выберем ту компанию, брокерскую компанию, через которую будем работать. Если после установки появляется окно «Автоматическое обновление», то нужно нажать кнопку «Перезапустить». Это означает, что MetaTrader установился, но ему нужно обновиться до последней версии. Это окошко может появиться, может не появиться, в зависимости от того, какая версия будет установлена. Если появилось, то нажимаем «Перезапустить». Для этого потребуются права администратора и программа снова запустится, уже обновленная, и можно будет дальше приступать к настройке и совершению торговых операций. Если вы уже выбрали брокера, через которого будете работать, то вы качаете МТ5 не с сайта MetaTrader 5.com, как мы это сейчас сделали, а с сайта вашего конкретного брокера. На специальной странице, либо из личного кабинета вы качаете установочный файл и точно так же его устанавливаете. Здесь будет написано не MetaQuotes, а название того брокера, через которого вы будете работать, и MetaTrader 5, которого вы установили. С точки зрения пользователя, то есть интерфейс, графики, обзор рынка, панель инструментов, все будет идентично. В этом плане MetaTrader 5 одинаковый у всех брокеров. Что будет отличаться? Будет отличаться начинка. То есть, например, брокер на фондовом рынке дает вам возможность торговать акциями, фьючерсами, к примеру, а брокер на Форексе будет давать вам возможность торговать валютными парами. То есть внутри инструменты будут разные, но с точки зрения интерфейса и использования этой платформы все будет то же самое. Поэтому один раз изучив MetaTrader 5, вы можете работать с любым брокером, кто предоставляет эту платформу, и вам не нужно будет осваивать ее заново. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА